В актовом зале администрации Северского района состоялась очередная 49-я сессия Совета муниципального образования. Прошла она при участии прокурора Евгения Ширяева. В ходе заседания депутаты рассмотрели 11 вопросов, основным из которых стал отчет начальника отдела МВД России по Северскому району по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и безопасности граждан. Игорь Воловик озвучил не только отчетные цифры за минувший год, но и проблемные вопросы работы полиции. За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 679 минус 53 преступлений. Из них тяжких и особо тяжких 181 плюс 24. Общая раскрываемость составила 72 процента. Несмотря на общее снижение краж чужого имущества 165 минус 20, увеличилось количество преступлений, связанных с мошенничеством, а также с использованием IT-технологий. Из 110 преступлений с использованием IT-технологий только в 10 случаях лица, совершившие их, привлечены к ответственности. Обратить особое внимание прокурор попросил и на дела коррупционной направленности, а также в области загрязнения окружающей среды. Серьезной проблемой для полиции Игорь Воловик назвал кадровый вопрос. Наиболее острая нехватка кадров ощущается в патрульно-постовой службе. Нужны следователи, участковые и сотрудники, подразделения по делам несовершеннолетних. Дело в том, что эта проблема кадровая, это не только нашего района или где-то края, это проблема всей России. Спасибо губернатору о том, что обратили внимание на патрульно-постовую службу и сотрудникам рядового и младшего начальствующего состава с прошлого года доплачивая по 10 тысяч. Мы как-то остановили увольнение сотрудникам. Хотя вот в этой службе у нас 25 человек не комплект, это больше 40%. Обсудили и меры по предотвращению аварийности. Особое внимание прокурор обратил на вопрос содержания автомобильных дорог и активизации работы полиции по привлечению к ответственности должностных лиц, осуществляющих это содержание. В районе сейчас зарегистрировано четыре очага аварийности, которые требуют внимания. Рассматривается возможность реконструкции участка в федеральной дороге от улицы Западной в станице Северской до поселка Черноморский. В части увеличения количества полос до четырех. Сейчас надо будет с представителями управления муниципального контроля, с представителями обдор Черноморья обследовать данную автомобильную дорогу именно в части наличия возможности расширения ее и понять, где у нас есть узкие места в части принятия мер изъятия земельных участков для государственных муниципальных нужд. В том числе со сносами всех объектов, на которые были выданы незаконные разрешения на строительство. К летнему сезону, как обычно, дорожная ситуация станет острее. Все ждут пробок и заторов. Одними нарядами ДПС отрегулировать ситуацию будет достаточно сложно. Рассмотрели также и другие вопросы, в частности о местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, о ходе реализации оценки эффективности муниципальных программ в 2023 году. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, депутаты поддержали.